Многотысячные Краойский сельский округ в Алматинской области перестали ездить автобусы. Почти две недели жители вынуждены добираться до города на такси, что ощутимо бьёт по карману людей. В Акимате заявили, что местная компания вдруг отказалась заниматься перевозкой. В чём проблема? Выяснял Дамиранитов. Это же нереально просто. В таком веке живём, вообще, наша авто совсем как будто Богом забытая. Вот так по несколько часов в день жители дачи Малахит и Дорожник вынуждены ждать заветный автобус, чтобы добраться до города. Общественный транспорт перестал курсировать с 15 августа. В чём проблема? Сельчане не знают. В нашем округе 20 дачных сообществ, ведь три села. И как нам прикажете добираться до города? 80% населения работают в мегаполисе. Нам каждый день нужно тратить большие деньги. С тех пор, как автобус перестал курсировать, люди вынуждены передвигаться исключительно на такси. И эта сумма лишь в один конец. Для большинства жителей села эта сумма неподъёмная. Прояснить ситуацию с транспортным коллапсом постарались в местном окемате. Глава администрации сообщил, что все беды были из-за проблемы с нехваткой солярки. Добавив, что автобусы должны были выехать на линии на этой неделе. Но выяснилось, что перевозчик отказывается выполнять свои обязательства. Они приостановили свою работу. Но они, когда тендер выиграли, есть свои требования. Они свои требования сейчас не выполняют. Я уже неоднократно к ним обращался. Письма писали через район, через область. Это те самые автобусы, которые должны перевозить людей. Как видите, они стоят и пылятся. Мы хотели взять интервью у руководства автопарка, но на месте никого не оказалось. Мы прождали больше часа. Требуют сельчане от властей также внедрить проездные карты у НГА. Ведь платить 240 тенге затратно сетуют местные. Ранее по маршруту каждые полчаса курсировали 10 автобусов. Сейчас практически лишёнными общественного транспорта оказались 14 тысяч человек. Дамир Анитов, Ялкунджан Ашимжанов, телеканал Алматы.